Привет, зритель! Я его фоткала-фоткала и решила завидосить. Шмелик на короставнике, на круговой дороге, короче говоря. Я ездила в одно место, подумав, что раз я одной даме давала шанс, то можно и другой даме дать шанс, но поняла, что это бесполезно. Но хоть как-то оплатила свое время, собрала определенных растений. Второй прилетел. Тут вообще второй был уже, но тут другой шмелик. Первый был такого же цвета, как этот. Но место уже было в некотором сильном запустении. В отличие от прошлого, допустим, года. Вообще, чисто есть дело проверить, есть ли дорога к дому, бывшему дому соседки нашей, Масеевского, у которого есть барбарис. Дорога, в принципе, есть. Но за барбарисом, я думаю, лучше ездить с кем-то, с соседкой. Допустим, шанс то, что-то собирался, то узнаешь на днях, как она вообще в сентябре будет, до какого. Думаю, надо купить семян перечной мяты, посадить, может быть, дома в горшочке. Чтобы не зависеть ни от кого и не выслушивать всякую ересь. В общем, наверное, все. Тут две минутки у меня записалось. Аж у меня еще есть. Но стою я тут как-то не очень удобно. Гнездо внезапно обнаружено в яблоньке. А на яблоньке яблочко. Я трясла. Это все еще круговая дорога. И одна упала. Но я его не вижу. Но упала где-то тут. Я понимаю, что это дикая яблоня. Скорее всего, тут на ней кислые яблоки. Но блин. Я их еще видела в прошлую круговую дорогу. Ну, в начале этого раза, когда приезжала и каталась тут. Я с телефонами не брала камеру. Но вот тут есть гнездо. Я, может, потом эти ролики вместе склею. Уже полноценно залью. С тем шмелем. Сейчас буду питаться. Зритель. Привет. Привет, зритель, снова. Короче, сейчас буду. Попытаюсь. Вообще, я хочу то яблочко скинуть. Но оно, скорее всего, упадет, наверное, туда, вниз. И какой-нибудь, короче, скинуть, чтобы попробовать схомячить. В общем, я его все-таки нашла в траве. Такое яблочко. Похоже на эту московскую грушевку, короче. Сначала подумала на белоналив. Комар меня ждет. Но оно это на московскую грушевку больше смахивает. Ну, вот такая дикая московская грушевка. Одичавшая. Вот и наша яблоня. Спасибо за угощение, скажем так ей. Ну, я его обтерла, конечно. Пока, зритель.